Так, и как говорили бы там? Больше 30 лет. Отсюда вопрос, почему вам не плохо, что происходит в России? Здравствуйте, вы так внимательно смотрите? У вас есть какие-то вопросы? Здравствуйте, да я в браузере кое-что искал. Понял. Что в сузате, чем занимаетесь в летке? Ничего себе, какой темп речи достаточно быстрый, а у меня наоборот такая история. Люди разные. Да, например, я не использую стимуляторы. Я слушаю вас, говорите. У меня провайдер Камкаст постоянно отваливается. Вы можете как-то починить, приехать? Нет, не могу. Я тогда сменю провайдер просто. Ваше право, как хотите, так и делайте. Но я обзор сделаю, что Камкаст – это ужасный провайдер. Ну делайте. Еще чем вы занимаетесь, кроме этого? Кроме чего? Кроме чего? Ну кроме того, что вы сейчас сказали до этого. Так это, музыкой. Какой музыкой? Жанрой? Харш Нойс. Харш Нойс. Понятно. А какая вот музыка в России сегодня? Что вам нравится российского из музыки? Группа Афинаш. Чем она нравится вам? Самобытностью. Талантливый вокалист. Но только этим? Есть же много самобытных, талантливых вокалистов, в принципе. Сам по себе Михаил Калинин достаточно харизматичный персонаж. Их концерты порой на какие-то перформансы походят уже, нежели просто пение песенок. А вот кто вам не нравится российский? Не знаю, попсы, может быть, или... Я просто это не слушаю и не знаю об этом. Что-то где-то существует. Не знаю. Почему вы это не слушаете? Значит, вы это слышали, вам не понравилось, вы сказали, я это слушать не буду, правильно? Или вы просто посмотрели на картинку, вы же что-то мне это не нравится, даже слушать не буду. Я, например, смотрю новое скейт-видео российское, и там на саундтреке играет группа Химера. Мне понравился трек, я послушаю группу Химера. Понял. Вам не попадалось ничего, что вам не нравится, да? Я об этом забывал в тот же час, наверное. Понятно. А как вы относитесь к тому, что вот артисты сегодня влияют и на культуру, ну, в принципе, они и должны влиять, да, все-таки это музыка, но также влияют и вот и на мнение людей, то есть являются такими лидерами какого-то общественного мнения. Мне не нравится в целом медиасфера и куда она идет. А чем не нравится и что не нравится? Любой Васян берет телефон, говорит любую чушь и это слушают тысячи людей. Что это вообще? Но это же может не только он делать, вы тоже это можете делать, а вы говорите другое что-то и вас тоже слушают. У меня компетенции нет, чтобы это делать. Но у кого-то есть, кто делает это? У них тоже нет. Как нет? То все, кто с телефонами ходит, ни у кого из них нет компетенции? Человек добился популярности каким-то там случайным способом и после этого он же высказывает какие-то речи. Но это просто поток сознания некомпетентного человека и у него тысячи при этом зрителей скажут. Ну и что? Ну тысячи зрителей и что от этого? Такого может он какой-то психически больной, какой-то бред несет. А может быть наоборот не бред, правильно? Почему обязательно бред? Раньше, например, для этого надо было попасть на телевидение. Ну то есть уже какой-то происходит отбор. Серьезно? Вы так наивно это воспринимаете? Ну там 20 лет назад, типа там как минимум надо было там высшее образование, всякое такое. А в России разве сейчас не так, что чем больше лояльности, тем больше в принципе твоей прав что-то делать, просвещать кого-то? То есть не профессионализм, а лояльность. Вот например там та же Скобеева или Киселевы всякие. То есть есть же намного умнее людей, чем они. Это какие-то эсцетии просто? Нет, это пропагандисты. Эстрады? Пропагандисты. Которые называют себя журналистами. Так. Ну вот они являются тоже лидерами общественного мнения. Они выходят, рассказывают. Они учились. У них есть высшее образование. У них есть дипломы. Но они выходят на телевидение и говорят откровенную чушь, вранье, ложь, манипуляции и так далее. Несмотря на то, что это не простые люди какие-то телефонами, вот им дали возможность, потому что они учились. Ну мы про музыкантов сначала говорили, про медиа сферу. Я не увижу интернет. Ну я тоже про медиа сферу интернет говорю. Есть люди, которые, музыканты, которые тоже учились, у которых есть дипломы. Причем есть музыканты, у которых есть двойные дипломы, там и журналиста, и музыканта. Тоже выходят на эту откровенную просто чушь. Ну типа рекомендуют вот такой-то микрофлот, микрофон, а он на самом деле не очень плохой. То есть не очень хороший, а он плохой. Ну чушь несут, рекомендуют. Нет, например, смотрите, есть такой Лоза, да, вот Лоза, он себя музыкантом называет, певцом, таким лидером общественного мнения, он говорит, что земля плоская, например, и он с умным видом это все рассказывает. Хм. Мне кажется, наоборот, что когда есть много информации, то все равно в какой-то момент все то, что не нужно, оно будет отсеиваться, то, что нужно и честное, правильное, оно будет проявляться. Как вы относитесь к плоскости земли? Ну, в каких-то местах она действительно достаточно плоская, но там 10 на 10 сантиметров, так вот, плоскость же. Да. А как вы относитесь к тому, вот, к переписыванию истории, например? Вот тоже есть люди, которые закончили, значит, высшие заведения, у них есть дипломы, у них есть даже какие-то степени иногда научные. Они переписывают историю, рассказывают совершенно другое, не то, что было на самом деле. Мне отношусь. Мне отношусь, понял. Вот сейчас знаете, что я последнее читал, то, что хотят из школьной программы убрать репрессии Сталина и что-то плохое про Советский Союз, чтобы этого просто не было. То есть, этим самым, как бы, система пытается стереть из памяти, да, ну, а у молодежи... А в какой стране это хотят сделать? В России, в России. А вы в какой стране? А я на севере живу, у западного полушария. А вы где? Я говорю, в каком вы стране? Ну, а север-западного полушария где находится? Там несколько стран. Ну да, несколько. Какой же будет? Ну, если вы культурный человек, вы должны сначала сказать, я нахожусь там-то, там-то, в какой-то стране, а потом задать вопрос мне. Мне кажется, так будет. Правильно? Я же сказал. Я не слышал, что вы сказали. Ну, вообще-то, четко сказал, меньше минуты назад. Ну, может быть, связь не очень такая, я не услышал. Повторите, пожалуйста, если вам не трудно. Я в России. А, понял. Я в Стадином Штатах Америки. А вы? Так. И... Дорога ли вы там? Больше 30 лет. Отсюда вопрос, почему вам не плохо, что происходит в России? Ну, во-первых, вопрос, что у вас не материться, когда общаетесь со мной. А во-вторых, я говорю не только... Схотя. Ну, потому что вы, наверное, культурный человек, или вы себя считаете культурным человеком, или нет? Я говорю, сходите, не материться. Я же вам только что сейчас сказал. Потому что вас попросил собеседник. Мы с вами общаемся, правильно? У нас идет беседа. Я вас прошу, как собеседник, не выражаться и не ругаться матом. Это просто сделать, в принципе. Так, и почему уже не плохо, 35 лет прошло. Здесь я вопросу задаю у него. Вы отвечаете. Что вы спрашиваете? Здесь это где? В интернете. Придумаю. Как вам с диктатором живется в раскрытии? Типа Саша Баранкоин, который? Ну, кстати, не очень. У меня больше Барат, ну, классика. Понятно. Барат второй уже послабее немного. Не, ну, Саша Баранкоин вообще достаточно талантливый. В Америке очень много талантливых, это же не Россия. В Америке достаточно много актеров хороших, режиссеров хороших, классных есть. Кто в России берет и начинает копировать что-то, там, музыку, кино и так далее, культуру, кстати. Но при этом мы великие, мы всем покажем, мы вас ненавидим. Вы? А за что? Вы, 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 Россия. Я? Ну, вы за меня что-то говорите, я что-то не припомню. Что-то с памятью, да, стало? Ну, такое тоже бывает. Ваше отношение к Путину, к диктатору, вопрос еще раз ставлю. А кто спрашивает? Я спрашиваю. А вы это кто? Интересно. Просто пиксели на экране. Еще один любитель плоских земель, да? В чем здесь вообще это? Это какой-то микс из конспирологии пошел, что ли? Ну, так я же вам зеркалю обратно, потому что вы чушь какую-то несете, в принципе. Это я чушь несу? Конечно. Ну, ведь про конспирологические теории говорите вы сейчас. Что еще обсудим? Что еще у вас интересует, может быть, какая-то тема, можем обсудить? Тема русского мата, греча. Я не общаюсь на эти темы. Как у вас с русским языком вообще, в принципе? Обыкновенно. Разговорный. Матерный разговорный, да? Да. Когда захочу, то да. Ну, видите, вы сейчас все-таки не ругайтесь матом со мной. Прислушались. Уже неплохо. Ну, я использовал два термина до этого. Устоявшийся. Кем устоявшийся? В опеходе. Просто. Ну, народ, так сказать, пошло. А в России есть народ? Нет. Что такое народ? Это над родом. Над род называется, да? Нет. А чем население от народа отличается? Надо думать, анализировать. Через месяц, сколько, может быть, я отвечу. Понял. Вы никогда над этим не задумывались? Нет. Да вот в первый раз вопрос такой услышал. Понятно. А как вы относитесь к российской агрессии против Украины? Переключился. Да. На самом деле, понятно, с кем я общался. Довольно все прозрачно. Просто он пытается ставить такие перегородки, да? Для собеседника. Для того, чтобы ему было более-менее комфортно. Но ему было очень некомфортно общаться. Это было видно. Здравствуйте. Куда вы поддержите? На запад. На запад? С востока на запад, да, вы едете? Что вы еще? С востока на запад едете? Только так, да. С востока на запад. И на запад, а на восток. Понял. Что вы везете? Уже ничего, уже пустое. А, понятно. Возвращаетесь обратно? Да. Домой. Уже домой. Понятно. Ну и как вам вообще работа с дальнобойщиком? Тут уж сама, сама крутая работа в мире. Нет, ну и работы лучше не придумали. Серьезно? Абсолютно. Если кто-то будет говорить, что есть что-то лучшее, никому никогда не верт. Понял. А вот есть такой блогер, я не знаю, вы знаете такой Брежнев, по его фамилии? Видел, видел. Ну вот он часто рассказывает, как там в Америке плохо. Но сейчас он уже не такой, скажем так, буйный, да, потому что он все-таки уехал из Москвы сейчас, нужны деньги опять, теперь ездит по Америке и рассказывает, как он зарабатывает деньги и что он не может этим заниматься в России, потому что это же нужно привыкать, он не знает этот бизнес в России. Как вы думаете? Я знаю его песни, можете не рассказывать его песни, я их знаю. Если бы я тоже что-нибудь негативное снимал, у меня тоже было миллионы подписчиков. Народу сейчас надо негатив. Сейчас на всей земле скажи что-нибудь, начни нормально рассказывать, учить, будь преподавателем нормальным, философом, кем угодно. Это не пойдет, не будет заходить народу. Народу дай негатив, и чем больше матов, чем больше обсирать кого-то, тем больше народу будет смотреть и радоваться. Ну а что вы можете рассказать, что вы можете рассказать хорошего, вот, брат, дальнобой в Соединенных Штатах Америки, что вы видите каждодневно, да, и вот какие люди, действительно ли то, что вот показывает Брежнев, он там иногда приезжает в какие-то маленькие города или городки, да, он же не может заехать на легковой машине, он же только может на грузовой он едет, да, и он вообще находится сам, он себя называет американцем, хотя он сам из Канады и возит грузы из Канады. И вот вы часто видите то, что показывает он? Или все-таки в большей степени вы видите, проезжая Соединенных Штат Америки, хорошее? Америка, надо исходить, издалека подойти, вообще издалека, что это страна эмигрантов, и тут куда ни ткни, это какой-то эмигрант, в каком поколении, не знаешь, но они привезли свою культуру, и кто как приехал, как он хочет жить, он хочет жить нормально, или он так же хочет, ну не хочет, а живет так, как жил там где-то, и ничего не меняет, что хочешь встретишь, встретишь, вот тем более он снимает, он же показывает вам, такое есть, есть хорошее, есть плохое, но я работал и там дальнобойщиком по всей России, Казахстан, Узбекистан, Европа, тут, тут просто намного проще все, тут все рассчитано для эмигрантов, ты приедешь, ты сидишь, кем бы ты ни был, ну, каким бы ты ни был, ты все равно себя найдешь, и никто тебе не будет указать. Жалко сейчас отключиться, вы здесь? Жалко. Интересно было послушать, я хотел следующий вопрос задать, разницу, да, между дальнобоем в России и дальнобоем в Соединенных Штатах Америки, мы бы много интереса послушали человека, потому что действительно многие снимают в Соединенных Штатах Америки именно для того, чтобы показывать негатив, а он больше притягивает, особенно сейчас в России, да, им приятно смотреть и наблюдать за тем, как же загнивают Соединенные Штаты Америки, хотя это прекрасная, очень свободная, разная, да, страна, в которой есть очень много хорошего, и есть что показать, хорошее. Но если выискивать что-то плохое, естественно, можно найти и это. Но самое основное, это свободная страна, демократическая свободная страна, потому что здесь по-настоящему человек является человеком, и человек первичен, а не система, как это в путинской России с диктатом и закрытием разных свобод, как это было и в Советском Союзе, и вообще в странах, в которых есть диктаторы. Как-то так, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира, и мы с вами скоро увидимся, пока.